Я сегодня хотел рассказать вам об одном уникальнейшем пряно-ароматическом растении, древнейшем, то есть еще древние фараоны, без него за стол не садились. Причем это не только пряно-ароматическое растение, это и пищевое его, и просто так ели, и лекарственное. Названий у этого растения много, но одно из них мне очень нравится – Шамбала. Шамбала. Да, есть еще название попроще – Фенугрек. Если перевести это, будет это значит греческое сено. Но вообще лучше всего, конечно, применять наше русское название – это пажетник. И вот я вам его покажу. Вы можете потреблять не только семена пажетника, но и листочки, молодые побеги, уникальный запах, но вот как бы его описать, немножечко орехами, немножечко грибами. Знаете, а ведь пажетник-то, он входит в состав знаменитых приправ. Например, индийская карри, хмели-сунели, аджика. Там везде есть пажетник. Так что обязательно посадите пажетник у себя. В принципе, он растет, ну, разные сорта пажетника, ну, где-то 2-2,5 месяца. Да, вы можете от всходов получить стручочки. Это, кстати, бобовое растение. На корнях у него еще азотофиксирующие бактерии, так что оно еще обогащает, ко всему прочему, почву. Сейчас я вам пажетник покажу. Вот, видите, вот он. Это вот такие вот бобы, или, как я называю, бобики. Бобики пажетника. Пахнет совершенно фантастически. Что с ним, с пажетником делать? Ну, в принципе, можно помолоть и использовать как приправу. Ну, помните еще о том, что пажетников бывает два основных вида, которые мы можем купить. Например, вот то, что я держу, это пажетник сенной. Пажетник сенной, который в основном идет как добавка, например, в хлеб. То есть в муку вы можете положить пажетник. И получается, ну, вот выпечка совершенно с уникальными вкусами. Или в сыр. То есть если вы купили сыр с таким вот грибным вкусом, оригинальным, скорее всего, туда положен именно пажетник сенной. Есть еще пажетник голубой, или как его называют, уцхасунели. Вот как раз-то уцхасунели и кладут в разные-разные пряности. Так что, дорогие друзья, сегодня я вас познакомил с пажетником. Обязательно посадите его на участки, и перед вами откроется мир вкусов и ароматов.